В своем неизменном стремлении постичь природу во всем ее многообразии, Иванов привлекает камеру Люциду. Изучая многочисленные альбомы с пейзажными рисунками Иванова, можно прийти к выводу, что такое привлечение не было случайным. Мы видим почти скрупулезную тщательность изображения в масти пейзажных рисунков. В особенности тех, которые носили панорамный характер, были выполнены на разворотах в альбомах, относящихся к тому времени, когда у него еще не было камеры Люциды, то есть до 1846 года. Это доказывает, что художник уже тогда должен был убедиться в правильности избранного им пути, творческого отбора, основанного на строжайшем изучении натуры. Он пользуется механическим приспособлением, чтобы потом, отбросив его, обрести еще большую свободу. Документальная безжизненность причудливых очертаний камней, люцидном рисунке из альбома нужна была за тем, чтобы тут же в процессе создания выявить все лишнее при работе над этюдом «Вода и камни под полуцовом». Отсутствие ненужных деталей придает особую убедительность тем, которые остаются в результате внимательного изучения. Также тщательно продумывается не только композиция, но и неотделимое от нее колористическое решение. Многослойная живопись требовала в известной мере длительной работы, вряд ли уместной при создании кратковременного этюда, но Иванов умеет ускорить этот процесс. Казалось, что в поздний период пейзажного творчества применения камеры люциды заставляет художника проделывать двойную работу. Пройдя через период детальнейшего изучения натуры без применения люциды, он может мыслить с необходимой мерой обобщения, и все-таки, зная, что носителем сложности видения может служить лишь сама натура, он обращается к громоздкому обрисовыванию люцидой, чтобы на новом этапе вернуться к синтезированному восприятию природы. Подобный метод еще больше утверждал художников правильности избранного пути, где лишь на первый взгляд появления камеры люциды можно было бы приписать неуверенности художника в себе. Подобные возвраты к дальнейшему изучению безусловно сказываются на общей эволюции его методов. Тем интереснее исследование еще одной группы неоконченных пейзажей из серии «Воды и камней», пейзажей, написанных еще без привлечения камеры люциды. Эта серия явилась своеобразным переходом к поздним работам, написанным «Алла Прима». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Расскому А.Кид ing. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok